Осип Иван Анатолий Александрович, научно-теоретическая и духовно-практическая парадигма времени. Осип Иван Анатолий Александрович, доктор философских наук. Здравствуй, товарищ. Ну, после ощущения красоты и наслаждения красотой, я вообще-то выпал из времени. Я находился в состоянии прострации и чувствую, что, конечно, вероятно, ощущение времени — это только лишь прошлое, настоящее и будущее. Это только лишь момент нахождения того состояния, которое имеет человек, когда он ощущает красоту. Ну, а у меня вот более такая теоретическая тема. Я пытался показать для себя, осознать различия понимания времени в научно-теоретическом контексте, который, ну, собственно, формируется в западноевропейской философии, культуре, науке, с одной стороны, да. А с другой стороны, вот то, что мы говорим о времени, как психологическое время, да, как внутреннее, духовное время. И тут, мне кажется, дистанция между этими двумя аспектами восприятия времени очень, с одной стороны, очень небольшая, а с другой стороны, человек в своей жизни, он всегда, мне кажется, находится вот на полесечении объективистского понимания времени, который ориентируется на какие-то внешние обстоятельства, там, циклы планет, допустим, периодичности, колебания атомов и так далее. А с другой стороны, вот это внутреннее, субъективное, если можем назвать. Мне кажется, это слово такое неудачное, потому что, в общем-то, осознать единство этих двух моментов, да, это как раз и есть высший уровень понимания привода времени и вообще самого себя. Ну, и я вот так вот пытаюсь сейчас вспомнить и сформулировать, допустим, Ньютон, да. Ньютон представлял время и пространство, как некие сущности, которые, например, и пространство и время, да, которые являются вместилищем всех процессов, которые, в случае, имеют место в природе, в собственном человеке и так далее. То есть это некие абстракции, которые являются масштабом для всех остальных пунктуаций каких-то определенных событий жизни. Допустим, мы знаем исторические календари тоже, в общем-то, ориентируются на какие-то более конкретные уже понимания времени, на события, там, китайский календарь, эпоха определенной династии, да, отсчет времени. Что такое вот отсчет времени? Ну, значит, и тут мы можем выделить такие вот моменты. Ньютон абсолютно объективистское понимание времени и пространства, которое не зависит ни от каких обстоятельств, в том числе и человека, да. Далее, например, в действительно научной картине мира Эйнштейн, например, эту картину мира уже немножко пространство времени изменил. Он сделал ее относительно, потому что у Ньютона это абсолютное вне мировое пространство времени, у Эйнштейна его картине мира, оно относительно зависит от каких-то определенных, ну, материальных событий, объективных событий. Это вот одна сторона того, как развивается пространство временное представление в естествознании. Допустим, можно взять философию. Вот философия в этом смысле отражала определенные тенденции естествознания. Но с иной, субъективной установкой. Возьмем, например, известного философа Канта, который утверждал, что пространство и время — это не то, что, вот как Ньютон утверждал, некоторые объективные сущности, а они априори, то есть до опыта, рождены человеку его сознание и психике. То есть, с одной стороны, вот идет субъективизация, понимание природы, пространства и времени. Но Кант, мы знаем, в общем-то, в своих философских обобщениях ориентировался на естествознание, на физику, ну и на математику, как науку всех. Ну, значит, и тут мы видим, в общем-то, хоть и субъективизация, но ориентация на ступарадит, ну, представление пространства и времени с эссенциалом. Далее, возьмем еще одного философа, представителя экзистенциализма, это уже 20-й век, Мартин Хайдегер. Вот тут мы видим, что еще более идет концепция понимания пространства и времени как некой субъективной структуре. Он, ну, допустим, определяет, что время, что такое время — это ожидание человеком своей смерти. Откуда рождается представление времени, да? Человек понимает, что он смертное существо, и вольно или невольно, сознательно и бессознательно он ориентируется на вот тот омега, точку икс, когда он исчезнет. И вот, собственно говоря, отсюда и переживание времени, что это не абстрактная категория, а что это внутрь чувства своего собственного бытия перед лицом небытия. Вот такая вот линия, можно увидеть, что Хайдегер, насколько уже субъективизирует понимание времени, и действительно он строит на этом концепцию, у него книга называется «Пытье и время», где он говорит, что пытье человека, ожидающего, условно говоря, в будущем своей смерти, вот тот масштаб, которым он исчисляет какие-то временные отрезки, какие-то веки своего жизненного пути. Здесь нужно сказать, что, в общем-то, научная картина мира, ну, мы знаем, что экзистенциализм, он утверждал, что наука не отражает истины, да, и филологи, экзистенциализм об этом говорили, что научная картина мира, которая основывается на понятиях, на абстракциях, да, вот здесь говорилось о какой-то идеал красоты, который, в общем-то, не существует, да, в реальной жизни. Вот, собственно, наука, она всегда, какая бы наука ни была, то ли это естествознание, то ли это психология, в любом случае она оперирует понятиями, поэтому обобщение имеет место, а это, значит, выделение существенного в качестве объекта изучения и несущественного, которое отметается в качестве того, что это не главное, это субъективное и так далее. Вот если говорить о духовных практиках, каким образом здесь, то есть мы показали вот субъективное и объективное, условно говоря, крайние позиции, то в духовных практиках, на мой взгляд, ощущение времени, осознание природы времени, ну, основывается на другой деятельности человеческого сознания, если наука опирается на понятия, да, вот мы сказали, что понятия выделяют только существенные признаки, несущественные оставляют за пределами внимания, то какая-либо духовная практика, какую бы мы ни взяли, даже если мы будем говорить о психологии, психотерапии и так далее, оперировать символами, здесь вот уже об этом говорилось немножко в докладах, практически чем символ отличается от понятия? В символе представлены все уровни человеческой природы, да, это и тело активизируется в психологическом предприятии мира, ощущения, эмоциональный тонус также, если в науке субъективные элементы, они отрицаются как таковые, эмоциональный момент, рациональный момент представлен, символизм, потому что это все равно каким-то образом осознание смысла символа, и мы знаем, что все духовные практики, они основываются на системе символов, например, возьмем там классика астрологии, алхимия, вот и те, о которых писал и Юнг, и писал и Лиады, вот, но в то же время вот эти вот, условно говоря, что это пара науки, они оперируют символикой, а символика вот как раз объединяет разные уровни человеческой числа, кровь, разума, да, и еще ценностный уровень, символизм представлен, мировоззренческий, в общем-то любой символ, он открыт к высшему началу, к абсолюту бесконечности, если говорить, например, наибольшей степени религиозные символы, когда он говорит о Боге. Вот в этом смысле, значит, символическое восприятие мира в духовных практиках, она нам дает совсем другую картину времени, понимания времени и, ну, лучше сказать, пространственно-временного континуума. Вот это, значит, если научная картина мира, она ориентируется во времени, как к некоим линеарным событиям, линии, так, которые движутся от прошлого через настоящее в будущее. Линеарная структура, далее, дискретная, вот события, которые мы выделяем, так сказать, да, значит, во временном потоке, они нам дают какую-то дискретность. Если говорить о духовно-практическом понимании сущности времени, основанном на символизме, то здесь речь идет о синхронии. На мой взгляд, то есть, если то, что... Одномерность, будем так говорить, линеарность времени в научной картине мира, здесь она изменяется в контексте того, что речь идет о том, что все уровни человеческого веса, которые я сейчас перечислил, они взаимодействуют на уровне психосоматическом, да, то есть человек может подумать о чем-то, а физиологически организм уже начинает действовать, хотя человек только лишь мыслит, он что-то воображает, какое-то действие. То есть речь идет о том, что духовные практики, когда они интегрируют все уровни человеческой природы, они тем самым устраняют вот этот причинно-следственный ряд, который мы всегда отслеживаем в научно-теорической картине мира. Значит, вот эта синхрония, об этом писал все время Юнг, о том, что понять, каким образом осуществляются синхронические связи между мышлением, мыслью, эмоцией, делом, да, и высшим абсолютом и нравственными принципами и так далее, это довольно сложный процесс для рационального понимания мира. Поэтому, мне кажется, символика — это то, что, в общем-то, в дальнейшем и может служить основой для понимания природы времени. В контексте того, что человек всегда вот является этим связующим звеном между внешним миром и внутренним миром. Ну и вот, и качество примера мне хотелось бы показать еще на примере астрологии, потому что в астрологии, мне кажется, наиболее... Здесь вот коллеги говорили о том, что индивидуальность важна, вот Тамара Борисовна говорила о том, что понятие индивидуальность человека, да, психологическое. Мне кажется, современная психология, она еще, ну, не дошла до того понимания того, что имеется в виду уже в астрологии, допустим. В астрологии очень четко можно определить, какое время, какой тренинг, условно говоря, какие проблемы надо решать. Да, человек интуитивно приходит с проблемой к психологу, исходя вот из того, что да, он созрел, да, ну вот и отсюда мотивация, ну, работа с психологом начинается тогда, когда приходит клиент. А вот речь идет о том, что астрология может показать в перспективе, когда, да, та или иная психологическая проблема человека, ну, может, ну, так сказать, пополновать, да. И в данном случае это очень индивидуальный подход, насколько здесь вот речь идет. Более того, если говорить о структуре временного потока в астрологических анализах, то мы видим там, допустим, в астрологии есть такие, а не астропсихологии, можно даже так сказать, да, что каждая планета, например, символизирует определенное психическое качество человека, там, Личности, Солнце, бессознательная Луна, Меркурий, там, рациональные элементы человеческой психики, Марс, энергия, мужское начало качества и так далее. Вот оказывается, что очень важно здесь понимать, что в астрологии объединяется общая установка, общая значимая установка, потому что все планеты имеют вот эти одинаковые циклы обращения. Солнце 365 дней, да, Луна 12 за месяц проходит все знаки зодиака. Речь идет о том, что это все ритмы, временные ритмы, которые человек, каждый человек, если составляю гороскоп, у каждого человека этот ритм временной, ритм периодов, да, различных событий, он отличается. Мне кажется, вот на примере астрологии, в наибольшей степени можно показать, что время-то в действительности, оно очень индивидуально, и вот понять эту индивидуальность времени, осознать ее, вот, дает возможность методологии астрологии. В принципе, и другие пара науки, то есть, мы говорим, наука, да, с другой стороны, духовная практика. Вот пара науки, мне кажется, занимает срединное положение, потому что можно говорить, допустим, об алхимии. Речь идет о том, что алхимия тоже, значит, выделяет определенные циклы. В чем особенность духовных практик, что они показывают, что процесс разворачивания какого-либо явления, его апогей и, значит, деградации, исчезновению в мире и так далее. Вот и в этом смысле, мне кажется, что обращение к древнейшим знаниям и алхимии, астрологии, да, дает возможность нам более точно и психологически адекватно отразить природу уникальности и неполторимости времени у человека, потому что то время, на которое мы сейчас ориентируемся, опоздали мы на 10 минут, например, да, и так далее. Это время механическое, которое, увы, все-таки в нас оно присутствует и нами оно управляет. Допустим, есть интересный календарь майя, интересный, потому что там действительно показывается тоже индивидуальность, неполторимость времени каждый момент. Единственное, насколько человек может осознать эту индивидуальность. Ну, человек, всегда, повторяю, находится на меже, да, как кентап, одна часть его животная, другая духовная. И вот важно человеку найти единственное время во время этого объективного и внутренне субъективного духовного. Ну вот, хотел бы... А вообще-то я... Теоретическая часть для меня очень устал, что я с нетерпением жду практик, тренингов, и это как раз вот то, что дает возможность, потенциал, чтобы что-то потом сказать, как-то сформулировать словами. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Я думаю, вы читали рассказ Борхеса Алиф. Если не читали, я вкратце... Там описывается момент, когда в определенной точке пространства наблюдатель наблюдал все времена, они как бы соединились в конкретном пространстве. Это, конечно, притча, это, конечно, философская притча, фантастика. Ну как вы допускаете хотя бы ничтожный процент, что, возможно, наука в будущем? Ну как-нибудь, возможно... Возможность остановить временный континуум? Или это все-таки фантастика? Спасибо. Вы знаете, мне кажется, наука и так уже много... Для чего? Для чего остановить? Для вечности, чтобы я жил в вечности? Мне кажется, вот здесь парадокс такой. Я немножко отвечу более широко, да? Что наука очень часто, мотивы у нее научного сообщества очень меркантильные, какие-то ограниченные. Зачем останавливать время? Мне кажется, мы сейчас, современная наука настолько... Ведь мир бесконечен. Человек своими умом никогда не сможет ухватить все-все-все-все. Так сказать? Может быть, да, это возможно, но дело в том, что возможности человека... Вы говорите наука, это рациональный возможно... Возможности рационального человека ограничены всегда будут. Это мое убеждение. Поэтому и важно сейчас для науки новый тип рациональности, где бы объединилась в себе рациональная, ограниченная, дискретная форма понимания природы и бесконечная, интуитивная, которая, ну, практикуется в эско-этике, например, в религиозной концепции. Как найти единство вот этих двух противоположных моментов? Поэтому я думаю, что наука не сможет. Она сможет, наверное, человек подумать, что он остановит время. Но некоторые факторы он не учитывает все равно, потому что научным образом невозможно это учесть. Ну, если такой общий ответ вас устраивает. Спасибо. Спасибо.